Ребята, всем привет! Меня зовут Юля, а это Слава, мой будущий муж, жених, Ян Мивеста. Видно? Вы знаете то, что мы помолвлены, и я думаю, что... Ну, с чего начинать? Это видео, в котором мы отвечаем на вопросы, которые вы задавали в Инстаграме. Я уж не буду вставлять каждый вопрос, потому что я планирую взять как можно больше вопросов. Надеюсь, что вы, ну, как бы и так по кайфу посмотрите. Поэтому, я думаю, нет смысла затягивать, и можно... Начинать! Погнали! Так, первый мой самый любимый вопрос. Я даже удивлена, что есть вообще такие вопросы, но да ладно. А я не удивлен, я... Так всегда. Так всегда. Когда у вас свадьба? Скажу честно, вопрос скучный. И мы уже... 1 августа 2021 года. У нас с датой вообще интересное событие произошло, потому что, когда мы выбирали место, у этого места было несколько свободных дат. Была крутая дата 8-е. 08-е. 08-е, 21-е. Типа бесконечность, поняли? Да, 9-е, 21-е и 1-е, 21-е. С 8-ым всё обломалось, потому что, во-первых, это популярная дата, и наши декораторы не смогли бы присутствовать, да, исполнить наши мечты на нашей свадьбе. Но я очень хотел, чтобы у нас было 8-го числа. Но так как вот у нас обломалось с декораторами, мы решили, что первая отличная дата. Ну да, мы со Славой, когда думали про свадьбу, мы сразу думали, блин, а прикинь, 8-го августа, как красиво. Но мы сразу забили на эту идею, потому что мы подразумевали, что это очень красивая дата, очень популярная, и наверняка все места, всё занято. И когда выяснилось, что ресторан, где мы хотим провести свадьбу, может, наши организаторы могут, мы такие, типа, мы хотим, но... Декораторы не смотрели. Да, декораторы. Конечно, мы могли бы выбрать любых декораторов, но есть проверенные люди, хоть и не нами проверенные, но по советам, по рекомендациям от очень близких друзей, знакомых. И мы решили не рисковать, поскольку декорации на свадьбе, это, ну, один из очень хорошего такого количества процентов успеха свадьбы, мне кажется. Ну, я не сомневаюсь в этом. Поэтому, в принципе, спиначишься. И первое число... повыше. Первое августа, мне кажется, тоже очень красивая дата. Я, на самом деле, не зациклена на числах, в том плане, чтобы это была какая-то красивая дата. Тем более, кстати, хочу обратить внимание, у нас с тобой 10 декабря годовщина, и в дне нашей годовщины присутствует цифра 1. Ну, ладно, всё равно первое число 21 года, отличная дата. Тоже ничего. И я считаю, что... И восьмёрка — это бесконечность. Типа, мы с тобой одно целое, бесконечное. Я считаю, что прекрасная дата, нам с ней повезло безумно. Да, короче, вот так. Следующий вопрос, месье. Коллега. Коллега. Сколько хотите детей? Отвечай ты. Двое. Да? Ну, да. Двое — это хорошая цифра. Когда-то, много лет назад, был вопрос конкретно мне, когда я хочу выйти замуж. Я такая, ну, я не знаю, как Бог даст, но мне нагадали, что в 21 году выйду замуж. Ну, типа, звёзды так показали. Астролог мне сказала, что в 21 году я выйду замуж. Недавно мне сказали, что трое детей у меня будет. Я, в принципе, всегда тоже хотела двоих, типа, дочку сына, потому что... Потому что потому. Ну, как бы, всех детей хочется поднять, воспитать, дать им как можно больше. Но я думаю, что если всё будет настолько классно, комфортно, и мы будем понимать, что каждому ребёнку мы сможем обеспечить хорошую жизнь, хорошее обучение и помочь, чем сможем, то тогда, в принципе, почему бы и не родить третьего, да? Ну, одного бы родить, да? Как жизнь, как Бог даст, так и будет. Да. Я не против двоих, как бы это нормально. Трое, ну, наверное, уже многовато. Весело. Будет ли медовый месяц, если да, то где? Ну, мы хотели бы, то есть сейчас думаем насчёт медового месяца. Вы же знаете, мы любим всегда какие-то проверенные места, мы любим, когда нам удобно, комфортно, когда мы знаем, что находится, где находится, вот особенно Юля это любит. Я обожаю комфорт и удобство, и то, что знаю. Мне абсолютно, на самом деле, пофиг, там, какое место и так далее, но мы решили, что, возможно, в ближайшее время рваним обратно в Турцию. Когда я была, ну, не маленькой, просто не так давно, ещё сколько-то лет назад, я всегда думала, что свадебное путешествие моё конкретно, да, с моим мужем должно пройти на Мальдивах. Но меня постоянно смущают Мальдивы тем, что там какие-то очень сложные пути, долёты этого, приезда туда. Я уверена, что когда-нибудь обязательно мы побываем на Мальдивах. Не знаю, когда, но, опять же таки, хотелось, наверное, бы туда поехать в более спокойную обстановку в мире, потому что туда как-то добираться сложнее, почему-то по моим каким-то представлениям. Да и, в принципе, там ловить нечего. Я просто знаю. Туда дальше лететь. Дальше лететь. И да, там очень красиво, но мне и в Турции нравится, если честно. Я с удовольствием бы поехала в тот отель, в котором мы со Славой уже были. И даже нам предлагают какие-то другие отели, более новые, более классные. Но мы так любим этот отель, что даже не знаю, может быть... Но мы ещё не купили никаких путёвок, мы только думаем, но я... Я бы в Египт ещё врубнул бы. Мне не понравилась Египтика, когда я там была в 2009 году. Столько воды утикало. У меня вот Турция, это вот просто в плане еды, аквапак, там. Планируете детей сразу или немного ещё подождёте? Ну, мы не планируем сразу. Ну, типа на следующий день после свадьбы не планируем. Не, так не планируем, конечно. Это не сразу. Да. Так мы не планируем. Ну, сразу не планируем. Уже все паблики... Мне сколько только не присылали, уже все паблики написали, что через полгода мы станем молодыми родителями, у нас уже всё как бы предрешено. Так и будет просто... Ну, не то, что меня угораздило. Я ответила на один вопрос у себя в историях по поводу детей, что мы в ближайшие полгода планируем заняться этим вопросом, подумать об этом моменте. Серьёз. То есть, грубо говоря... Ну, не сразу всё это начать делать. То есть мы будем этот момент уточнять, подготовливаться. Ну да, нам надо там кровь сдать как минимум хотя бы. Ну, подумать о своём здоровье, очистить организм. Мне так подавно. Мне так. Ну, вы знаете. Тем более, если мы ещё поедем в Турцию, я как бы не планирую в Турции просто сидеть, знаете, и вот это вот чай со льдом мешать. Нафиг надо? У меня там будут... Я готовлюсь к вечеринкам. Всё ещё интересно, сколько стоит свадьба по итогу. Чё, расскажем? Я думаю, что можно просто сказать, что больше двух миллионов. Скажите, откуда деньги? Продали почки. Продали... Почки дешёвые на самом деле. Деньги есть. Мы держимся. Но уже на последнем изнахе. Потому что каждый день всё ближе и ближе к свадьбе, добавляются новые траты. Мы такие... И мы понимаем, что без этого тоже никак. А это всё изнаётся. А нам до свадьбы ещё больше недели, и я предполагаю, что ещё добавится достаточно. Да, ещё 1200 спокойно, мне кажется, можно накидаться. Но надеюсь, что нет, если честно. Как назовёте мальчика или девочку? Мы очень много об этом говорили последние пару месяцев, и так и не пришли к определённому решению. Потому что то, что предлагает Юля, не нравится мне. То, что предлагаю я, не нравится Юле. Вот. Поэтому... Как вы собираетесь жениться и рожать детей? Мы наверняка придумываем. Это нормально. Просто, ну, есть имена, которые тебе нравятся, но не нравятся мне. И вот и всё. Вот если честно, я настолько не фанат во всём смысле, что... То есть, у меня нет любимого исполнителя. Конденсионер включился. У меня нет кумиров во всём. Это ко всему относится. У меня нет любимого артиста, любимого фильма, любимой песни. И, если честно, я даже не... Но есть любимый отель. Да. Ну, типа... Пин-напиток. Нет. У меня много любимых. Сегодня я люблю Кинзмараули, завтра я люблю Пина Гринджа. Но это всё вино. Ну, это так, слишком обощённо. Обощённо так не работает это. Короче, и для меня, на самом деле, очень сложно. Вот в плане имени меня это пугает, потому что я не знаю. Мне кажется, это так сложно. Я не представляю, как родители выбирают имена для своих детей. Ну, нет, я представляю, что у кого-то просто есть... Я всегда мечтала дочку назвать там Аленой, например. А сын Иван? Ну, допустим. И как бы всё решено. Всем нравится. А у меня вообще такого нет. Потому что сегодня мне нравится одно, завтра мне нравится другое. Нет смысла сейчас думать об этом, придумывать что-то, потому что к моменту, когда мы вообще забеременеем, да, мы вместе забеременеем, вместе назовём ребёнка. И, ладно, к этому, я думаю, мы ещё вернёмся. Но если вдруг там нет такого вопроса, что там и рожать, мы пойдём вместе. Мы уже тоже договорились. Это было сложно, но... Это был тяжёлый процесс, но он пройден. Всё в порядке, Юля поняла. Моргни, если тебя держат в заложниках. Да ладно, ладно. Ладно. О, да, почише. Вы хотите мальчика или девочку? Первого мальчика. Я хочу. Я хочу первой девочку. Ну, не знаю, как получится. Какие у вас будут конкурсы, развлечения на свадьбе? Ну, сложно сказать, потому что... Мы не знаем. Мы ещё не знаем. Ведущий этот вопрос уточняет. Они сейчас придумывают как раз, да, всякие такие активности. Я точно скажу, что у нас не будет много таких банальных конкурсов, как обычно бывает на свадьбах. После наших реакций на 4 свадьбы... На самом деле в реакциях не так уж и много прям показывают. Я обратила внимание, что они показывают... Я говорю в общем, что... И конкурсов даже особенно показывают. На опыте, после буквально сезона просмотренного 4 свадьбы, вот, нас много чему научило это. И то, что в бассейне или какие-нибудь водоёмы прыгать не надо. И то, что всяких подружек, которых ты не ждёшь, звать не надо. И то, что на столе обязательно должно быть горячее, типа мясо. Ну да. Что ещё? Да много чего ещё на самом деле. Да всё, не в этом. Переходите на мой канал, смотри. Это была подводка. А, угу. Это была отличная интеграция, знаешь. Да, ребят, зайдите, подпишитесь на канал Славы. Смотрите там реакции наши со Славой, потому что это дикий угар. Я там пью винищу, мы там постоянно ругаемся. Всех просто засыраем вот так вот с ног. Мы просто сидим крысятничаем. Крысятничаем. То есть это просто офигенно. Слава говорит, что у нас что-то там будет, не будет и так далее. На встрече с ведущим я сразу сказала, что я терпеть конкурсы не могу и не перевариваю, и не хочу никаких конкурсов на свадьбе. У нас очень насыщенная программа, но сейчас этот вопрос ещё в процессе. Наверняка у нас будут какие-то активности в любом случае. А будут потому, что без конкурсов никуда. То есть да, можно их не любить, но я считаю, что конкурсы должны присутствовать на свадьбе. И это, конечно, мнение каждого. Просто конкурсы бывают разные. Моё конкретное мнение, что должны быть конкурсы просто для того, чтобы людей немножечко взбодрить, объединить, немножечко раскочегарить. Ну типа люди друг друга не знают, а эти конкурсы дадут им возможность просто хотя бы какой-то интерактивчик друг с другом провести. Это надо, просто пару конкурсов и всё. Не надо затягивать это на три часа. Да, так никто делать не будет. Ну у нас со Славой немножко разное мнение на этот счёт, потому что я не люблю конкурсы. Я это уже сказала. И я вообще бы попросила, чтобы мы то, что ты называешь конкурсами, на нашей свадьбе конкретно называли интерактивом каким-то. Потому что для меня слово конкурс это просто какое-то голимое дно. Это когда знаешь, кто-то держит шарик, вот мужик держит шарик здесь, а баба бежит и жопой должна его лопнуть. У меня вот сразу представление таких движух. Можно говорить как угодно. Конкурс, интерактив, активитис, активность. Активитис, угу. Ну можно этому придумать любое слово, можно ещё в испанском словаре посмотреть, но суть этого не меняет, поэтому ну вы поняли. Она не хочет, я не против и в общем посмотрим как будет. Да, посмотрим, что нам предложат ведущие и будем уже от этого отталкиваться. Кто будет свидетелями на вашей свадьбе и будут ли традиции по типу выкуп и так далее? Нет, у нас не будет свидетелей, у нас не будет традиций. Будут у нас традиции? Ну нет, будут традиции, но выкупа не будет. Да. У нас будет каравай. Что у нас ещё есть традиции? Ну ещё традиции. У нас будут танцы народные, если это можно считать традицией. Ну нет, я думаю имелось в виду... Ну хотя, что об этом говорить? Конечно, танец с отцом, типа... Ну да, это тоже традиция, да. Ну такие движения, понятное дело, там с мужем. Ну да, у нас будет каравай из таких вот традиций. И мне прикольно, мне всегда хотелось, потому что для меня это вот какая-то вот такая части... Слушай, я вот подумала, у нас... Это же русская, наверное, тема? Да. Всё-таки мы соблюдаем наши корни. Все, ну как бы, кайфуются. Ну, только вот украинские корни немножко... Надо было сало добавить в меню. Блин, ай, маме! Короче, у нас будут грузинские и молдавские танцы. И мы со Славой такие, типа, блин, ну а как же что-то русское? Ведь у нас столько русского тоже. Не, я говорю, что у меня нет русского во мне. Во мне есть. Я просто... У меня мама чисто русская. Я родился в России, но у меня нет русских. Реально? Нет. У меня нет русских корней, как бы, ну... Ну если считать дедушку... Век живи, век учись! Если дедушка у меня, ну, наполовину, ну, он украинец... Ну, он украинец, на самом деле. Его можно украинцами считать. Но это не считается русские корни. Короче, ладно, у нас будет чисто русская традиция, конкретно для меня. Раз тебе нет ничего русского, тебе на кой черт каравай? Согласен. Но ты его, конечно, откусишь. И откушу сполна. Ну, да. Посмотрим. Как откусишь, так жизнь по ней сложится. Да. А, почему у нас не будет свидетелей? Ну, пэм-пэм-пэм. Почему? А что ты все на меня-то скидываешь? Эта тема уже немножечко прошла. Она так же, вот как и... Ну, все время меняется. Что-то новое приходит, что-то старое отмирает. Я считаю, что это немножечко уже отмерло. Но, вот, поэтому... Я еще хочу сказать так. Наверняка кто-то подумает, почему у нас этого нет. Ведь, например, у Карины, у моей подруги, я была свидетельницей. Типа, как-то нечестно. Почему я не сделаю ее свидетельницей на своей свадьбе, на нашей, в смысле? Почему? Объясняю. Когда она реально выходила замуж в ЗАГСе, я там бегала фотографом. Там не было свидетелей, свидетельниц. И это реально уже такая тема больше... Ну, не то, что... Конечно, не для показухи. Для меня было, там, честью, гордостью, да, что Карина выбрала меня свидетельницей на их свадьбе в день торжества. Но все-таки регистрация была фейковая. То есть, по сути, как бы у них уже была такая регистрация. Я, ну, не хочу, чтобы рядом с нами кто-то стоял, потому что у нас и так там будет стоять два человека, помимо нас, со славой ведущей и... Регистратор. Эта традиция отмерла немного. Я считаю, что это, ну, нафиг не надо. Если бы у нас была фейковая регистрация, можно было бы подумать, потому что это прикольно. И, типа, мы до этого были в ЗАГСе. Но поскольку это все будет в первый раз... У меня вообще, если по молдавским традициям, там у нас куча крестных, куча каких-то непонятных людей по традициям, мы, как бы, мы тоже не практикуем все. Ну, как бы, уже немножко это... Ну, может, это осталось там в Молдавии, у нас, как бы, этого не будет. Что самое волнительное перед свадьбой? Вот у нас до свадьбы сейчас осталось где-то 10 дней. У нас еще нет алкоголя, торта, каравая, каких-то мелочей. Кроме организационных моментов, наверное, подготовить речь. Вот, да, это просто ужас. Причем самое жуткое, что это единственное, из-за чего я волнуюсь. Хотя я всегда думаю, да забей, как пойдет, так пойдет, ты же умеешь говорить, у тебя есть язык, рот. Но я просто знаю, что я могу разволноваться, начать плакать, сопли пузырем надувать. Я это очень не хочу, не люблю. И Слава хотела, чтобы мы говорили клятвы. Поэтому, если вдруг у меня начнется какой-то невроз перед свадьбой, виноват он. Ну, в общем, клятва ее немножко пугает. Я нормально к этому отношусь, потому что можно просто сказать то, что ты думаешь от сердца, от души. И все будет хорошо, не переживать там за... ну, ну, понятно. Я просто переживаю сказать что-то обычное. Я тебя очень люблю, ты мне очень доволен. Все, ну ты больше... Это нормально будет? Ты разговариваешь на столько тысяч людей, типа, и ты не можешь перед 20 людьми просто сказать, что ты меня любишь, все. Ты понимаешь, когда я говорю сейчас, у меня же нету ситуации, в которой я могу сейчас заплакать, растрогаться. Я поэтому четко, нормально могу формулировать мысли, говорить. А я еще думаю о том, кто из нас первый будет говорить клятвы. Если будешь говорить первый ты, то вероятность того, что я буду вся в соплях. Ты справишься, Зая. Перед тем, как надо будет говорить мне, это 100%. Все будет хорошо, ты справишься. И я волнуюсь, что когда будешь говорить ты, точно так же, когда ты делал мне предложение, когда он встал на одно колено, начал говорить мне какую-то замечательную речь, которую я узнала только, когда смотрела видео, потому что когда он мне это делал, я такая... О, господи, что происходит? Что это значит? То есть у меня в голове было все, кроме того, что он там говорит. Ну, я слышала, что что-то я, там, тебя люблю, ты делаешь меня счастливым. Но на самом деле для меня это все было такое, знаете, как ультразвук. Это был кошмар. Потому что я очень волновалась, и я думала о том, что же вообще как, что происходит, и как, это реально. И я переживаю, что когда ты будешь говорить мне свою клятву, я буду думать о том, какую клятву я тебе готовлю, чтобы не забыть, чтобы не разволноваться. Ну, короче, вот он меня просто взорвал, мой мозг, тем, что захотелось. Тебе нужно просто собраться, просто придумать речь. Я не хочу ничего придумать. Она не должна быть сложной. А сколько предложений? Ну, предложения три хватит. А, да? Да, можешь даже просто пару слов сказать. Тебя никто за это не будет винить, там, или что-то... Да, конечно. Я не скажу тебе, блин, что ты так мало сказал, я так не буду тебе говорить, ты же знаешь. Правда? Да, нет, я... Ну, короче, давай так, ты захотел, чтобы мы говорили клятвы, и особенно без листочков, без телефонов, как ты любишь, потому что ты сам очень сильно хочешь сказать клятву. Да. Да? Я скажу тебе, да, свою клятву. Какой милый. Ну, я, как бы, ещё пока не начал её писать, но... Ты прям писать её будешь? Ну, написать просто тезисно. Но я скажу всё равно от души, то есть я не буду идти по этому листочку. И тебе советую просто набросать тезисно, что ты там хотела бы, ну, выразить. Вот, и всё. Блин, я столько могу выразить. И просто пройтись своими словами, и всё будет хорошо. Ну, наверное. Я думала, мне надо очень много сказать. Не, я как бы даже не... Как пойдёт? Как пойдёт. Ну, в принципе, можно много сказать, но просто, типа, быстро они так... Я никогда не встречал такое. Да. Почему так всё быстро, как будто знали заранее? Ну, ещё многие думали, что я беременна. У людей в голове куча сразу вопросов, они сразу мыслят... Я их могу понять. Они все сразу мыслят шаблонами. А, быстро, значит, она беременна. Ну, у нас просто так произошло, без каких-либо приколов, типа... То есть, это была мной спланированная акция. Для неё это было, конечно, она не... Ну, она, может, и ждала, но она не ожидала, что всё это будет так быстро. Тем более, не ожидала, что мы прямо через полтора месяца будем организовывать свою свадьбу. Вот. Ну, ты уж не перегибай палку, я... Я ждала предложения в этом году летом, скажу честно. Ждала, потому что, ну, чувствовала моё сердечко, что что-то может измениться. Ждала, но не знала сколько процентов. Я тоже. Я про свадьбу, что мы же... Я тоже. Что, ты не думаешь? Ты не даёшь мне договорить, да. Ты меня всегда перебиваешь у меня в шоу. А, и поэтому ты хочешь перебивать меня в моём шоу? Да. Я ждала, что этим летом, скорее всего, он сделает мне предложение, потому что наши отношения уже перешли как будто бы на другой уровень, и мы как-то начали уже говорить о чём-то более высоком, и я подозревала, что этот момент скоро может наступить, и я думала о том, что если это произойдёт примерно в июле... в июне, да, я думала о том, что если это произойдёт в июне, то надо будет постараться забабацать свадьбу в августе. Это правда, потому что... То есть я реально об этом думала, что если он это сделает, то надо все силы кинуть на то, чтобы сделать свадьбу в августе, потому что дедушка мой живёт в Грузии больше времени, чем в Москве, то есть в Москву он приезжает только на лето, и мне не хочется, знаете, на год растягивать то, что мы можем сделать сейчас и собрать всю нашу семью. Да, некоторые наши гости дорогие, которых мы очень хотели видеть на нашем празднике, не смогут присутствовать, потому что кто-то живёт в другой стране, в другом городе, и по разным причинам не могут присутствовать. Это грустно, но лично для меня самое главное, самое дорогое, что на нашей свадьбе будут наши дедушки, бабушки, наши родители, ну, наши братья, то есть для меня это самое первое главное. Ну, что сказать? Я не беременна, но мы очень хотели просто успеть в этом году и не оттягивать это всё дело на год вперёд, потому что мы хотели свадьбу летом. Вот и всё, всё очень просто, и у нас есть деньги. Когда есть деньги, можно устроить праздники за неделю, поэтому... Будем ли мы крестить детей? Будем. Да. Мы крещёные, верующие... Христиане. Так что, конечно, да. Где будет проходить ваша брачная ночь, об этом ещё не было сказано. Конечно, не было, это же настолько лично. Какое лично? Ну, не, ну а чё, да? А где? После свадьбы мы сядем в наш вертолёт-самолёт. И улетим с волшебником на вертолёте. Да. Да, на самом деле, никакой скамски здесь нет. После свадьбы мы рванём из Подмосковья в такси вот такие уставшие домой. Да, домой. К нашей собачке. Хлеб и спаль. Просто вот так вот свалимся. Они... Я думаю, не свалимся. Я думаю, мы будем сидеть и деньги считать подавленные. Да ладно. Это так, шутки, конечно, мы там их сразу посчитаем. У нас был вариант остаться там, где у нас будет свадьба. Там это можно устроить. Но мы, как бы, всё-таки ответственные родители. У нас дома собака останется. И с домом мы поедем. Да, нам надо домой. Нам нужно вернуться домой, потому что Вивочка весь день будет дома одна. Но она справится. Она взрослая девочка. Тут был вопрос, сколько стоит ваш образ, платье, фото, аксессуары, кроссы, прическа, мейк и так далее. Я не смогу... Бесценно. Да. Знаешь, как в той рекламе. Да. Причина, по которой я не буду говорить, сколько стоит моё каждое платье, потому что как только я назову сумму, уже в этот же момент все узнают наверняка, что за платье спокойно зайдут на сайты салонов, где я выбирала платье. И просто все будут знать, это элементарно можно угадать. Поэтому я не буду говорить. Расскажу уже после, так что не серчайте. Будете навязывать какие-то хобби ребёнку или лишь по его желанию? Иногда ребёнку нужно подтолкнуть, да? Помочь. Я думаю, что здесь нужен какой-то баланс. Я всегда ищу баланс. Да. В общем, его обязательно нужно чем-то увлекать, увлечь. А чем, это уже по ходу дела надо смотреть, что ему нравится, что не нравится, и уже отталкиваться от этого. То есть, по факту, мы как бы прислушиваемся к нему и от этого отталкиваемся. То есть, мы не навязываем ему своё мнение. Но мы можем ему предложить, типа, а ты не хочешь? Как это было, например, у меня, когда бабушка увидела, что я играю, там, прыгаю, танцую на гитаре, типа, придумываю что-то там. Я взял веник вместо гитары и что-то начинал, типа, играть, как бы, ну, по-детски утрируя. Она меня спросила, Славик, а ты не хочешь пойти, типа, в музыкальную школу? То есть, вот так она меня спросила. Ну, я такая, окей, давай, почему бы нет? Ну, да, ну, я думаю, что в любом случае, я в детстве много куда, в принципе, ходила. Ну, как, мне тоже бы прям, ну, куда, на аэробику, в бассейн. На аэробику? Да, это неинтересно. Просто, типа, гимнастика. Звучит интересно. Звучит круто. На больные танцы я ходила. Куда я ещё ходила? В школу. У меня самым главным увлечением в моей жизни было то, что мне нравилось фоткаться. И потом, когда мне подарили фотоаппарат, уже пошло-поехало, потом компьютер, и я полюбила ещё и монтаж. То есть, у меня вот так как-то всё получилось, не навязчиво. Но до этого я и на больные танцы ходила, бассейн, хобби тоже какой-то. Я считаю, что всё равно нужно отправлять детей на разные какие-то секции. Просто, если ему там не нравится, брать быстренько, забирать его с этих секций. Просто пусть попробует. Конечно, может быть, он пойдёт, там, например, сын, на футбол, карате, ещё что-то, бокс. Он такой, блин, мне так это нравится, я хочу стать профессиональным, там, боксёром, например. Или он скажет, мне это вообще не нравится, скучно, неинтересно, я хочу, там, балет. Я хочу на балет. Да. Вы меня все за... То есть, главное, поддерживать ребёнка, я считаю. Ну, мне кажется, мы будем хорошими родителями, да? Если... Я буду всё делать так, как ты захочешь. Павенус! Нет, я думаю, что мы всегда найдём консенсус и... Компромет. Когда у Славы появилась мысль сделать предложение Юлии, ты помнишь тот самый день, ту самую минуту? В какой момент? Кстати, хороший вопрос, я не знаю. Ну, оно как-то... Нарастало. Нарастало, да. То есть, типа, вот всё больше и больше и больше из ничего, буквально из пустоты, рождалось это желание. И, в общем... Ну, я, честно, до сих пор шойка. Пару месяцев до самого этого момента я подумал, что да, чё бы нет. Блин, эээ... Может быть, я зря всё это сделала? Нет, всё равно же какие-то факторы, там, я... Старею. Я старею, ты стареешь. Да, да. Наши родители стареют. Ну, мне в голове такое, сначала это было как-то, ну, такое себе нафиг-нафиг, можем потерпеть, потерпеть, перетерпеть. А сейчас чё-то как-то наоборот захотелось, чтобы всё уже было так по-взрослому, по-серьёзному. Молитвы услышаны. Просто я, которая уже три года, блин, вот бы там уж выйти. Ну, ладно, ну и чё, девочки быстрее созревают. Я в любом случае для себя тут вот что поняла. Она сразу созрела. Ну, я вот как родилась, я сразу созрела. Не, ну, на самом деле, я понимаю, что всё должно быть в своё время, и вот, когда происходит что-то, ты думаешь, блин, а я вот хотела этого ещё, там, года два-три назад. И я вот, оглядываясь назад на себя, я понимаю, что вот за последний год-полтора я очень выросла, там, духовно, очень много познала и себя, и каких-то техник, как нужно общаться с мужчиной, чтобы были хорошие у вас отношения, чтобы, ну, грубо говоря, тот же, там, брак, да, не развалился, какие-то такие женские моментики. Ну, мне кажется, что я в этом стала более опытной. Во-первых, для меня самое главное было, чтобы мой мужчина был к этому готов, чтобы он сам этого хотел, а не так, что я его... Ой, какие взрослые слова. Он так вот говорит, я ему давно это говорила, что я никогда не скажу мужчине, выбирая, либо мы женимся, либо мы расстаёмся, типа, мне надоело. Слава знал прекрасно, что просто, если что, то, грубо говоря, мы расстанемся, то есть я никогда не стану ему говорить, выбирая, так или не так. То есть, может, если бы он ещё несколько лет не созревал, да, до этого шага, может быть, мы бы и расстались, потому что я всё-таки действительно, ну, давно, как бы, как думаю, готова и хочу детей, а может и нет. Да, но для меня всегда это важно было, потому что я просто думаю о таких вещах, что мне не надо, чтобы в какой-то момент мой муж мне сказал, да мне это вообще всё нахер не надо было, я вообще даже жениться не хотела, и детей не хотела, это ты всё хотела, я ничего тут делать не буду, вообще сама решая все проблемы. Я просто не хочу этого, поэтому для меня важно, чтобы мой муж мог взять за меня ответственность, ответственность за детей наших, и поэтому, ну, как бы, человек, мужчина должен сам к этому прийти и осознать. И, девочки, это самое главное, никогда никого не заставляйте, тот, кто должен быть с вами, он будет, и когда надо будет, он созреет, а если не созрел сейчас, то, значит, и не надо. Вот, всё, мораль. Записали свой красивый дневник? Да. Следующий вопрос. А если будет двойня, не пугает? Слава боится, я не очень боюсь двойни. Я только боюсь, как я буду выглядеть, мне кажется, вот с таким вот животом. Да, ну, двойня жёсткая, я, как бы, знаю не понаслышке, у меня друзья имеют двойню, и, в общем, история такая, что это тяжко, тяжело, можно с ума сойти в какой-то момент. Блин, я не представляю, для меня это, знаете, ну, вот я это расцениваю как просто двойной подарок божий, мне кажется, это круто. Дабл, дабл трабл. Это наверняка очень сложно, тяжело, страшно, волнительно, и особенно, когда это первые роды, то есть, грубо говоря, если ты родил одного ребёнка, а потом во второй раз забеременел двойней, мне кажется, даже это не так, наверное, волнительно, как первые роды, сразу двойней, ну, почему-то мне так кажется, хотя, может, это и не так, и не важно. Ну, короче, суть не в этом, но для меня это всё равно какое-то благословение Бога, ну, как бы, боженька так решил, что должно сразу быть два малыша. Сразу, вот, малыши просто на небе, они не смогли определиться, они захотели сразу, вот, вдвоём к нам. Ну, это мило, ну, как мило, это круто просто, и мне кажется, что это очень необычно, и не так часто встречается. Ну, самое главное, чтобы малыш был здоровый, счастливый. Так, есть ли у вас стиль свадьбы, если есть, то какой? Свадьба у озера. Стиль. Русти. Фишка свадьбы. Ну, кстати, я не знаю, это Русти? Не. Да не, просто европейская свадьба у озера, вот такая. Европейская, с нотками какой-то элегантности, мне кажется, итальянскости. У нас там есть в декоре всякие моментики интересные. Такие необычные, даже, возможно, немножко такие, знаете, из прошлого века. Что-то, что-то ренессансом как-то попахивает. Ну, атмосфера должна быть очень хорошая, мы, как бы, надеемся, но думаю, что будет классно. Какими вы видите воспитание поощрения и наказания детей? Такой сложный вопрос, как на него ответить. Ну, типа, грубо говоря, как бы ты наказывал своего ребёнка? Ну, как все, пряник и метла. Ну, кнут и пряник. Не знаю, ну, не знаю, мне кажется, самое классное наказание это в угол. Самое главное не на гречку в угол. Нет, это вообще кошмар. Нет, у меня, кстати, было в детстве, что меня ставили в угол. Ну, ремнём можно дать по жопе, конечно. Ну, не знаю, я против. Нет, можно дать, если не слушается там прям. Нет, я против. Ну, легонечко, легонечко, я не до крови же. Нет, я считаю, что это неправильно. Я как-то рассказывала в одном видео, кстати, на своём канале, что был какой-то период, когда я могла в Виве нашей собаке по жопе дать. Это было не сильно, то есть она просто пугалась этого. Ну, как бы я, если честно, мне очень стыдно за это, потому что мне тогда казалось, что она просто назло что-то делает, типа, писает на кровать, ещё что-то, и только потом я поняла, что она это делает из-за стресса. Типа, мы вернулись с прогулки, а она, типа, редко гуляла, и для неё всегда прогулка это был стресс, и она могла написать на кровать. Я её за это ругала и думала, что она это специально делает, типа, назло, но на самом деле она всё это делала просто потому, что она перепугалась, и, может, там, не успела добежать до туалета. Она знает, куда ходить в туалет, у неё есть там место своё. И я вот в тот момент, ну, как бы, мне было очень грустно, я даже плакала из-за этого пару раз, то, что я такая плохая, ну, типа, мать, что я её наказывала за то, что у неё и так был стресс. Ну, короче, меня это очень сильно расстроило. Я считаю, что мы не можем сейчас точно утверждать, как мы будем воспитывать детей, потому что, во-первых, детей ещё нет. Нет. Ну, я бы очень не хотела орать на свои детей. Наверняка я буду орать как угорелая, как резная, потому что я такая громкая женщина. То есть это можно спросить после того, как они у нас появятся, и как будет происходить, да, как будет происходить весь процесс. Тогда да. А сейчас я просто тоже так же предполагаю, как это всё будет, но как оно будет, никто не знает. Ну, короче, не знаю. В моём детстве... Гречки точно не будет. Да я вообще... Это просто кошмар. Ты почему я про гречки рассказываешь? Для меня самое такое нормальное, лайтовое наказание это в угол поставить. Потому что меня ставили в угол, и это не больно, это просто очень скучно. Вот. Самое страшное наказание, мне кажется, для ребёнка это просто стоять в скукоте. И, ну, как бы, это, мне кажется, для него и очень неприятно, потому что скучно, и при этом, ну, как бы, ребёнка ты не бьёшь. Ну, короче, не знаю, сложно. Это сложный момент, но я точно не хотела бы там бить. Ничего такого не вижу. Ну, не до избиения, конечно. Прям, ну, можно так, как по попке ты собачке даёшь, так, чтобы, хоп, голова включалась. Всё. Ничего страшного, мне пару раз в детстве... Не, мне тоже по жопе били. Пару раз по жопе мне били в детстве. Ну, так, чисто. В угле я постоянно стоял в детстве. Ну, я не скажу, что у меня прям там всё чё-то жёстко было, но я же... В угле. В угле, да. Для костра. Или чёрный. Намазный. И сейчас ещё крутой. Навертили. Как считаете, в каком возрасте приемлемо покупать ребёнку телефон? У меня, кстати, появился телефон в 9 лет. Во втором классе. Очень стрёмный. У меня позже. И не новый. У меня позже. И я помню эти все модельки Sony Ericsson и Samsung. О, да. Nokia. Мечты влажные вот эти вот. А какой-то Nokia с двумя динамиками. Это вообще огонь. Это... Блин, ну вот у меня в 9 лет. И тогда телефоны были не как сейчас. Там мультики не посмотришь. Это просто чисто позвонить. Можно было гифку. Типа, алло, гифки дебили. Хотя я ещё использовал телефоны, которых не было гифки. Это уже потом. Это уже всё... Это технологии там... Скажу так. ...2006-2007. Я смотрю на многих людей. На людей, у которых есть дети и так далее. У меня у самой очень много братьев тоже младших. И у них у всех почти есть телефоны. Ну, у всех разный возраст. И я понимаю, что, конечно, с одной стороны для родителей это кайф, потому что не минуты покоя. И иногда в телефоне они просто реально могут посидеть, какие-то мультики посмотреть. Но в этом нет ничего хорошего. То есть мне кажется, что если давать ребёнку телефон, то на какое-то ограниченное количество времени в день. То есть, ну, это понятно, что мы живём в таком современном мире, что всё равно очень сложно будет не купить ребёнку телефон, когда у его всех одноклассников, друзей будут телефоны, и он просто будет плакать постоянно. Почему у меня нет телефона? У моих друзей есть классные игры, и я хочу с ними играть. То есть это такой сложный момент. Не хочется, чтобы ребёнок постоянно сидел в телефоне. Хочется, чтобы у него было классное детство в нашем понимании. Типа кататься на велосипеде, на даче, играть... Мы уже как старые пёры с тобой говорим и думаем. Играть в какие-нибудь палочки, камушки, понимаешь? Фишечки. Всё, и вот именно с этой секунды начинается борьба поколений уже, вот просто с телефона. Но это хочется, потому что это реально классное детство, потому что ты его хотя бы запоминаешь. А когда ты постоянно в телефоне, ты просто знаешь то, что ты несколько лет смотришь какой-то там YouTube, какие-то мультики, и у тебя нет вот этих вот эмоций всё равно, как при живом общении, играх на улице, на даче, там, неважно, во дворе. Конечно, хочется, чтобы хотя бы это было как-то в духе 50 на 50, или, может быть, даже телефона ещё меньше. Но, опять же-таки, я просто понимаю, что есть такие моменты, которые... Ну, мы не сможем не дать ребёнку телефон, потому что это будут истерики, скандалы. Как-то его постоянно сюси-пуси-муси-пусь это тоже крыша поедет. Ну, короче, что-то будем придумывать, я не знаю. Будем на всякие секции водить, на дачу увозить в деревню. Пусть там с курочками играется, с друзьяшками на улице, на даче. Не знаю, это сложно. Что самое тяжёлое в организации свадьбы, какие нюансы и проблемы возникли? Ну, как по мне, наверное... Проблем нет. Проблемы, они вроде как и есть, но они такие, что, в принципе, решаемые. Тут же дело просто, там, денег. Вот всё упирается в деньги. Ну да. И по факту этими проблемами, какими-то внутренними, занимаются организаторы. Мы, как бы, с ними, слава богу, не сталкиваемся. С этими проблемами, а не организаторами. Да. Ну да. Ну, короче, на самом деле, я думаю, что из-за того, что мы понимали, что нам нужно успеть за короткий срок всё организовать, найти место и так далее, самым сложным, мне кажется, всегда, вот первое, это найти место. Ну, найти место... Ну, понятно, организаторы, и найти место, где вы хотите проводить свадьбу. Потому что иногда бывает такое, что, я не знаю, наверняка такое бывает, что вы ездите и на эту локацию, и в этот ресторан, и сюда, и сюда, и вам нигде не нравится, ни то, ни то. А мы просто, нам, ну, одно место понравилось, причём в интернете, по картинкам. Мне понравилось. Я написала организаторам. Это чё? Где? Кого? Она говорит, вот это. Всё, нас туда записали на встречу. Мы со Славой после свадьбы Карины и Оскар поехали на дачу к моей маме, на день рождения моей мамы. Из дачи мы поехали сразу туда. 21 июня мы поехали на это место, и сразу нам всё понравилось. Мы предоплату внесли. Ну, и всё. То есть, самый такой вот волнительный первый момент, он был решён быстро. Потом всё пошло очень быстро. То есть, за неделю у нас уже был список вариантов ведущих диджеев, фотографов, там, кавер-группы, декораторов тоже мы сразу же, в принципе, тоже нашли и договорились, потому что это был вопрос даты, и вопрос даты конкретно вот как раз с нашим рестораном, чтобы всё в один день было, чтобы всё получилось у всех. Ну, короче, наверное, сложности вот именно в том, чтобы найти. Хорошее место, которое вам нравится, забронировать его и найти просто организаторов. Ну да, ну и потом просто, конечно, надо будет помотаться, повыбирать платье, поискать. Я знаю, что некоторые ездят в много разных салонов и ищут ещё что-то. Я была в трёх салонах. В одном, в который я первый раз пришла, я сразу купила платье. Потом мы поехали с девочками во второй. Там просто пару платьев померили. Чё-то как-то не сильно зашло так, чтобы... И там было много нюансов. Нужно было бы много чего перешивать, переделать. И потом на следующий день мы поехали в третий салон. И там, получается, я взяла ещё одно платье. И там сразу всё на мне идеально село. Всё подошло. То есть звёзды сложились в этом моменте. Ну и плюс я понимала, что у меня нет времени вот это вот растягивать, что-то придумать. Потому что ещё нужно подшить эти платья, в любом случае, по длине. Ну, короче, на самом деле, вот каких-то конкретных, определённых моментов я не могу назвать, что самое сложное. Просто очень много мелочей, которые нужно договориться, запланировать, записать, съездить, посмотреть, приобрести. То есть это просто именно больше каких-то мелочей, а не то, что одна большая какая-то проблема, самая сложная. Просто все мелочи собрать в одно. Были ли у вас разногласия по поводу деталей свадьбы? Например, декор разный нравится? Не, у нас не было вообще никаких таких затычек. Мы просто... Я непривередлив. У меня единственное, что было с затычкой в наших с Юлей решениях, это музыкальное сопровождение. Вот. Мы этот вопрос закрыли и решили. То есть я хотел, чтобы у нас был, ну, типа, прям нормальный ковербенд. Вот. С нормальной живой музыкой. Юля со мной согласилась. И все, это единственная затычка, которая была по поводу... Да никакой особо такой затычки не было. Доказывал-то что-то. Ну, ты мне сказал, потому что я считаю так и так. И я подумала, ну, конечно, если ты считаешь, я тебе доверяю, все. По декору, там, по вот организационным вопросам. Ну, как такового затычек нет. Мы просто, ну, общаемся, обсуждаем. Даже если там я говорю, что мне это не нравится, ну, мы что-то там, наверное, находим. Или Юля говорит, мне это не нравится. Да тебе все нравится, зай. Мы находим какой-то компромисс. Тебе все нравится, только ты хотел кавер-бенд, чтобы он был побольше и покручивался. Ну, что ты упрощаешь? Что-то мне не нравилось. Тебе тоже что-то не нравится. Ну, ищут что-то другое. Нам предлагали, там, музыкантов на Welcome. Мне что-то не нравилось. О, это у нас вообще самое долгое, мне кажется, было с этим Welcome. С фокусником иллюзионистом тебе что-то не нравилось. Ну, то есть, как бы, предлагают много всего, и у нас, конечно, свои взгляды на какие-то вещи, но таких затычек прям... Короче, да, затычек прям, думаю, мы и ремонт можем пережить. Говорят, кстати, что если переживают пара ремонт, значит, все окей. Будут ли известны исполнители на вашей свадьбе? Конечно! Вот он, мой красавец! Паплодырию! Ну, ребята, финансы! У нас, ну, как бы, не будет каких-то супергостей выступлений. Да и нашим дедушкам с бабушкой как-то пофиг. Ну, учитывая, что у нас возрастная свадьба, да, назовем это своими словами, так оно и есть, я думаю, что каких-то там суперпопулярных гостей или артистов, во-первых, старшее наше поколение не очень примет. Ну, может, и приняли бы, но, опять же-таки, ну, типа... Да не, ну, нафиг им не надо. И нам это нафиг не надо. И нам это не надо. У меня нет любимого исполнителя, кого бы я хотела видеть на своей свадьбе, например, платить этому артисту, там, от 500 тысяч. А самые топовые и реально крутые, кого можно было бы позвать, они стоят, ну, как бы, от 500, не меньше. И просто у меня нету каких-то фаворитов, тоже кумиров, как и у Славы, в принципе. И нам это, если честно, ну, абсолютно не уперлось. Мы лучше-лучше накормим наших гостей. И лучше сделаем какой-нибудь, не знаю, какие-нибудь еще... Салют, дорогущий. Салют, да. Так, ну что ж, ребята, я смотрю все остальные вопросы, их, на самом деле, огромное количество. И, как ни странно, они все повторяются. Мне кажется, на самые основные и главные вопросы, которые сейчас больше всего волнуют нашу аудиторию, мы ответили. Я надеюсь, что это видео было вам интересным, полезным, возможно. Я думаю, что у нас... Ставьте лайки. Да, конечно. Подписывайтесь на канал. Это я обычно в самом конце говорю. Я думаю, что у нас еще будут видео подобного плана. Может быть, одно, может быть, два. Может быть, даже после свадьбы, не знаю. То есть, в любом случае, придумывайте вопросы в своей голове, возможно, которые зададите в следующий раз, на которые вы хотите услышать ответ. Но я думаю, что еще вопросы какие-нибудь наверняка появятся. И, может, после свадьбы тоже будет что-то интересно спросить, почему так и не так, любите ли вы это или это. Ну, короче, не знаю. Но, в любом случае, мы благодарны вам. Да, спасибо за вопросы. Спасибо за то, что вы тратите время и смотрите нас. Спасибо за ваш интерес к нашей будущей ячейке общества. И мы всегда рады. Мы открыты для вас. На всякий случай, если вдруг у меня уже вышло видео на канале, переходите, смотрите новую реакцию. Мы там тоже что-то рассказываем про свадьбу иногда свою. Обсуждаем чужие свадьбы, как обычно. Вот, поэтому не скупитесь, переходите, смотрите. Вот, в принципе, и все. Спасибо большое. Да, все. Всем пока. Да, на этом видео, на этом канале я прощаюсь, ладно? Так, ребята, спасибо большое, что смотрели это видео. Надеюсь, что оно вам понравилось. Если так, то ставьте пальцы вверх, подписывайтесь на мой канал, на канал Славы. Ссылку вы найдете в описании. Посмотрите все видосики его со мной и без меня. Будьте счастливы, здоровы, не болейте, ждите нашу свадьбу. Будьте счастливы. А, это я уже сказала. Ты меня опять сбил. И все... Я молчал. Да, и ты меня до этого сбила, и поэтому я сейчас сбилась. Мы вас любим, целуем, обнимаем. И всем пока. Ребята, всем привет, меня зовут Юля, а это Слава, мой жених. Всем привет. Я его невеста. Вот видишь, она опять села на этот... Ну, не на тебя же она села. Я волнуюсь, блин. Что он там полный? Это вообще муравей какой-то. Надо ему просто... Пошел ты, Зая, у нас будет включить свет. Где? Давай его убьем. Я не знаю, я не буду убивать каждую муху, которая сюда залетает. Господи. Лето. Вон, пусть наверх летит, сука такая.